всем привет меня зовут алексей вы на канале грин холл мы занимаемся бактериями для выгребных ям химией для бассейнов и многими другими товарами которые вы сможете посмотреть на нашем сайте greenhall.ua по ссылке в описании под этим видео в данном видео мы разберем виды и устройства выгребных ям вот как правило есть четыре основных вида выгребных ям это герметичная выгребная яма яма с дренажным дном яма с проницаемыми стенами и с двумя тремя отсеками и перелива между собой значит герметичная выгребная яма это яма может быть сделана из бетона кирпича или пластика она полностью абсолютно безопасно для окружающей среды но требует постоянной откачки вот по мере наполнения в данную яму применяйте бактерии для выгребных ям чтоб содержимое было более жидким и откачивать можно было данную яму там полностью надо дна откачивать можете или погружным насосом или с помощью осенизатора вот второй вид яма у нас яма с дренажным дном данная яма наиболее распространенная по украине то есть так называемая яма без дна на дно засыпано щебень для лучшей фильтрации и проходимости отходов в почву в такую яму также применяйте бактерии для выгребных ям чтобы у вас не скапливался осадок на дне и вода была но отходы были все время жидкими сохранялись тогда воспитываемость в почву будет лучше данную яму категорически нельзя откачивать почему нельзя откачивать у нас отдельно есть на эту тему видео она здесь будет посмотрите вот 3 ведь я мы это яма с проницаемыми стенами она может быть выполнена также с дренажным дном и с отверстиями в стенах так делают чтобы быстрее отходы впитывались вот в почву но так же самое надо в эту яму применять бактерии чтобы не скапливался осадок на дне стенках ямы вот это жир на жировые отложения вот четвертый вид ямы с двумя-тремя дна отсеками перелива между собой то есть это может быть выгребная яма или септик он может быть как герметичен так и с дренажным дном сделан значит в ней есть три отсека первый отсек это приемный отсек приемная камера до куда поступают самые грязные отходы значит в данную в данный отсек обычно применяют бактерии вносят потому что туда самые грязные носятся отходы во второй отсек поступают более чистая вода переливом туда тоже можно вносить бактерии для профилактики вот и третий отсек туда переливом поступать еще чище вода то есть данная яма считается наиболее оптимальным и правильным решением на при постройке грибной ямы или септика вот вы если например на купили дачу или дом очень важно понять какой у вас вид вы грибной ямы сколько лет вы грибной ямы какой там объем и сколько содержимого на данный момент то есть исходя вот из этой информации если вы ее соберете то вам можно будет более правильно и точно подобрать бактерии для вы грибных ям вот вы можете позвонить нашим менеджером собрав данную информацию они вам посоветуют порекомендуют какие лучше для вас купить бактерии вот просмотрите видео на нашем канале на этом на эту тему и вам станет более понятно на словах на что нужно обратить внимание в первую очередь вот подписывайтесь на наш канал пишите комментарии и нажимайте на колокольчик и узнаете много полезного и интересного на эту тему и помните уход за вы грибной ямой это забота о вашем комфорте и окружающей среде